МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире областного телеканала АЭС международная информационная программа «Середина земли». Я, Никита Митряков, и мои коллеги в регионах готовы рассказать о главных событиях соседей при Ангаре. Вот основные темы этого выпуска. На уроке с риском для жизни. Школьники в селе Кайдалово за Байкальского края добираются в школу на старой лодке. Пенсионеры в тренде. Модное дефиле в Лануде показали женщины и мужчины старше 50. Эйршоу Чайна-2018. На 12-м международном авиакосмическом салоне в Джухае демонстрируются новейшие самолеты и военная техника. Напечатать город. В Китае намерены активно использовать технологию 3D-печати в строительстве объектов. Мы переходим к новостям Забайкальского края. Переправа с риском для жизни. Дети в селе Кайдалово Карымского района каждый день садятся в старенькую лодку, чтобы добраться до школы. Несмотря на несколько несчастных случаев, в крае до сих пор не нашлось денег, чтобы построить мост через Ангаду. По пастовому пути прошла Ирина Трофимова. В школу по большой воде в селе Кайдалово ученики с правого берега Ингады добираются на уроки на старенькой деревянной лодке. Ее выпросили в ближайшей воинской части. Добираются с риском для жизни. Такая переправа совсем небезопасна. Начало туда, после уроков обратно. На берегу встречают родители каждый раз со страхом, ожидая малышей. Весной 2016-го дети вместе с родителями чуть не утонули. Переправлялись тогда на новеньком пароме. Паром, изготовленный администрацией сельского поселения Кайдаловской, по требованию жителей, прожил всего три дня. А на третий день пошел ко дну, вместе с 11 пассажирами, среди которых было пятеро детей. К счастью, всех удалось спасти. Односельчане с лодками бросились вытаскивать тех, кто воспользовался злоболучным паромом. Теперь он лежит на суше, и кайдаловцы зовут его «Титаником». Я когда тонул, мне очень страшно было. При расследовании дела о происшествии транспортная прокуратура выяснила, что плавательное средство было изготовлено по чертежам из интернета. Чтобы попасть с левого берега на правый, можно переправиться через реку или ехать в объезд по грунтовке почти 100 километров. Эту дорогу здесь зовут «дорогой для богатых». Нужна машина и бензин. Уже не первый раз кайдаловцы пишут запросы во все возможные инстанции с просьбой построить мост или обеспечить другой способ безопасной переправы. Пачки ответов от должностных лиц растут. В одном сказано, что закупить 10 паромов для разных сел края планируется до 2020 года. В другом, что средств на постройку моста через ингаду – около 300 миллионов рублей. В бюджете края нет. В Министерстве образования родителям предложили перевезти детей в интернат в Карымском. На этот вариант семьи не согласились. К невезучим кайдаловцам с левого берега не могут попасть ни полиция, ни скорая помощь. У меня случай был 1 мая. У отца приступ случился. Язва лопнула. Если бы переправа была бы хорошая, не ждали, когда кто лодку подаст, мы бы успели спасти. И вот мы не успели, пока дождались, договорились, что кто лодку нам подал. Как бы пока эту лодку подали, пока мы загружали тут его, и у нас он в лодке, вот в этой лодке, умер отец у меня на руках. Кайдаловцы просят построить хотя бы пешеходный мост. Он стал бы спасением для детей и взрослых. На одно из последних обращений в прокуратуру края ответ пока не получен. Ирина Трофимова, Анна Хвостова, Середина Земли, Забайкальский край. Поэзия на всех языках. Литературная гостиная с участием студенческих делегаций из Монголии и Китая прошла в Забайкальском государственном университете. Что важнее, понимать язык или понимать культуру? Мнение студентов узнали корреспонденты из Читы. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтобы только слушать ваши речи, вам словом молвить и потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Уметь понимать русскую поэзию значит понимать русскую культуру. Под таким девизом прошел Международный литературный вечер, в котором приняли участие читинские студенты, изучающие международное право и представители делегаций из Монголии и Китая. Мероприятие прошло в рамках Международного студенческого фестиваля «Без границ», организованного при поддержке администрации губернатора Забайкальского края. Обучение иностранных студентов русскому языку – это сложный поэтапный процесс. Наша задача, как преподавателей, донести и познакомить студентов с многообразной литературой и творчеством наших писателей. Символом поэтического вечера стала зажженная свеча. Организаторы говорят, это символ человеческой души, поэтому мероприятие началось с красивого флешмоба. Каждый зажег свою маленькую свечку, чтобы поделиться с окружающими теплом. Студент Харбинского лингвистического университета Ли Мусин, которого однокурсники на русский манер называют Мишей, второй год изучает русский язык в Забайкальском госуниверситете. К русской литературе он относится с большим уважением. Вот и к поэтическому вечеру подготовился основательно. Я помню чудное мгновение, передо мной явились ты, как немаленное видение, какие чистые красоты. Иностранным студентам русский язык дается нелегко, слишком разные культуры и даже способность воспринимать и передавать эмоции. А когда читаешь стихи, это важно. Чужую культуру они принимают в себя сложно, если можно сказать, они вообще не принимают. Но тут-то вопрос, чтобы они научились чувствовать нас, понимать нас и ценить нашу культуру. Тут даже, наверное, важен не сам вечер, потому что это результат, важен процесс, потому что это долгое обсуждение, долгая подготовка. Это общение с преподавателями, своими сверстниками, поэтому это очень важно. И как раз из этого эта дружба человеческая складывается, которая, надеюсь, перейдет в дружбу между нашими государствами, странами, регионами. Читинские студенты также активно принимали участие в поэтических чтениях. По итогам мероприятия активные участники получили награды и заслуженные зрительские овации. Анна Хвостова, Дмитрий Пенигин, Середина Земли, Забайкальский край. Все возрасты покорны красоте. Именно так считают участники конкурса «Подиум 50+.» Проект привлек уже десятки дедушек и бабушек, которые не отстают от моды и хотят быть в тренде. Как прошло дефиле и сколько лет самой старшей модели. Подробности у корреспондентов телеканала ТВКОМ. Ломая стереотипы, современные бабушки и дедушки не должны сидеть дома, занимаясь огородом или внуками. Этим полным энергии и сил людям самое место на подиуме. Женщинам и мужчинам за 50. И судя по их настрою, на свой возраст они себя не ощущают. Самой старшей участнице 78 лет. Сам себя уже не ощущаешь в том возрасте, который тебе, как говорится. Здесь уже, как говорится, общаемся, что-то друг от друга. Так что мы находим у нас какие-то общие интересы. И я не жалею, что я пошла на этот проект. Прежде чем стать участниками, нужно было пройти настоящий кастинг. Уже после конкурсанты работали с хореографами, режиссерами и даже психологами, которые помогли стать более раскованными. Естественно, обучали и искусству дефиле. Сначала плохо. Мне говорили, что я как медвежонок хожу. А еще кто-то говорил, что как ты с палками ходишь, вот с кандидатской контакты и прошу. Ну вот, а потом как бы все наладилось. Участвовать в подобных конкурсах? Что это дает? Ну, дает стимул, это раз, а потом дает кураж. Бешеный кураж. Вот что дает. Этим все сказано. Проект реализуется при поддержке Минсоцзащиты. Его цель – показать внешнюю и внутреннюю красоту уже зрелых людей, желающих много. Правда, не все могут осилить нагрузку. Приняли сначала участие у нас 42 человека, заявились. Мы провели кастинг, отобрали 32 человека. Ну, вот несколько человек у нас не выдержало. Один из них, ну, было 82 года мужчине. Очень был интересный человек. Ну, к сожалению, здоровье у нас немножко уже похуже стало. Осталось на данный момент 29 человек. Этот проект только начало. Совсем скоро в Улан-Удэ откроется «Школа зрелой красоты». Все подробности можно узнать в Байкальском благотворительном фонде или Министерстве социальной защиты. Бурятские боксеры вернулись домой. На прошедшем в Якутии чемпионате России по боксу Тамир Голанов и Георгий Кушаташвили стали обладателями золотых медалей. Батор Сагалуев завоевал серебро. Атлетов чествовали в Народном хорале республики. Детали в следующем материале. Для Тамира Голанова это четвертая золотая медаль. Прошлый чемпионат России наш спортсмен пропустил. В этом году ехал только за победой. Конечно, каждый бой тяжело. И чемпионат России, и каждый бой уже выкладываемся по полностью. Но как у меня получилось, от первого к финальным боям уже подрастающим пошло. А вот для Георгия Кушаташвили это первое золото чемпионата России. Финал выдался непростым. И все же решением судей победа была присуждена бурятскому боксеру. Сейчас, спустя несколько дней после победы, атлеты уже ставят перед собой новые задачи. Мы стараемся выигрывать. У нас одна цель основная – олимпийские игры. Все туда хотим попасть, выиграть, стать чемпионами. За атлетов переживала вся спортивная общественность Бурятии. Их победы – очередной шаг на пути в Олимпийский Токио. Успех медалистов оценили и в Народном хорале. Спортсменам были вручены дипломы и памятные подарки. Мы искренне вами гордимся, потому что вы смогли проявить целеустремленность, свои спортивные качества на самом высшем уровне. Смогли волю проявить и с полной отдачей сил, потому что соперники тоже были очень серьезные. Несерьезных соперников так и в уровне соревнований никогда не бывает. И смогли принести два золота и серебро. Сейчас у спортсменов несколько дней на отдых, а уже на следующей неделе обладатели медали Чемпионата России должны прибыть на сборы в состав Национальной команды России. Коротко о других заметных новостях соседей при Ангаре. Жители Бурятии требуют вернуть республику в состав Сибирского федерального округа. На портале Change.org активисты создали петицию, адресованную в Конституционный суд России. Ее подписали более 1 тысячи человек. По мнению автора петиции, принятое решение может повлечь рост цен на электричество и раздачу земель иностранцам. Напомню, указ о включении республики в Дальневосточно-федеральный округ был подписан президентом России 3 ноября. Самая большая монгольская юрта вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она имеет 36 стен и занимает площадь около 1000 квадратных метров. Одновременно там помещается более 500 человек. Ее высота составляет 14 метров, что сравнимо с трехэтажным зданием. Юрту будут использовать в целях привлечения иностранных туристов. В Китае стартовала всемирная конференция по вопросам интернета. В Поднебесную съехались больше полутора тысяч экспертов. Они обсудят международное сотрудничество в сфере кибербезопасности, будущей электронной торговли и технологии искусственного интеллекта. Далее в программе другие интересные новости соседних стран. В Джухае стартовала 12-я международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2018. По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, авиасалон будет способствовать развитию мировой авиационной и аэрокосмической техники, активизации международного обмена и сотрудничества, а также позволит народам всех стран мира воспользоваться достижениями в этой области. Одними из первых с новейшими образцами военной и гражданской авиации Китая ознакомились корреспонденты телеканала CGTN «Русский». Этого самолета пока еще не существует, а здесь в Джухае уже можно воочию оценить просторный салон лайнера. Полномасштабная модель будущего дальнемагистрального широкофюзеляжного CR-929, который вместе создают китайские и российские конструкторы, одна из самых ожидаемых премьер нынешнего авиасалона. «Вместимость нового лайнера планируется в пределах 200-350 мест. Мы рассчитываем начать поставки после 2020 года. Уверены, что самолет будет пользоваться спросом. В первую очередь собираемся продвигать лайнер в Китае, России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона». Среди полутора сотен китайских и зарубежных самолетов особое внимание на выставке привлекают два лайнера, но не только из-за размеров. Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG-600 и военно-транспортный Y-20 – дебютанты авиасалона. А в это время в небе выделывают пируэты истребители J-10B с новыми китайскими двигателями с изменяющимся вектором тяги. Потом впервые перед широкой публикой свои возможности в воздухе демонстрируют истребители-невидимки J-20. «Здесь так много всего интересного. Я увидел всю нашу самую лучшую и новейшую технику. Я в восторге». «Я под большим впечатлением от воздушного представления и от того, как быстро развивается наша авиапромышленность». В Джухае свою продукцию выставили не только авиастроители. Здесь также можно увидеть боевые машины пехоты, радары, бионических роботов и еще десятки других образцов новейшей техники. Для компании эта выставка – хороший шанс заинтересовать своей продукцией военных и получить от них выгодный заказ. «Мы только что представили на выставке нашу последнюю разработку – симулятор полета. Надеемся, что сможем привлечь внимание военных к новинке». Всего в Джухае выставлено 770 экспонатов. Помимо китайских производителей, в авиасалоне участвуют представители компаний из 43 стран. «Эйрбас» выбрал «Эйршоу» в Джухае для начала продвижения на китайский рынок нового среднемагистрального самолета А-220. «Китайское правительство проводит политику реформы и открытости. Наша компания много сотрудничает с Китаем, и мы надеемся на еще более тесное и плодотворное сотрудничество в будущем». Международный авиакосмический салон «Эйршоу Чайна-2018» проводится в Джухае каждые два года. Нынешний 12-й будет работать всю неделю и закроется 11 ноября. 3D-печать позволяет создавать не только отдельные трехмерные предметы, но и возводить целые дома и офисные помещения. Строители восточной китайской провинции Цзянцу взяли на вооружение эту технологию. Когда появятся первые напечатанные города, узнавали мои коллеги в Китае. Традиционный китайский сад. В нем присутствуют все классические элементы, но если присмотреться, то становится понятно, часть их сделана необычным образом. Стены, дорожки и фигурные детали сада созданы с помощью 3D-печати. Ма Ихэ, руководитель одной из шанхайских строительных компаний, уверяет, человечество стоит на пороге строительной революции. «По сравнению с обычными методами строительства, такая технология, во-первых, не оставляет после себя строительных отходов, а во-вторых, позволяет застройщикам сократить издержки как минимум на 50%. В печати объектов в роли чернил выступают вполне стандартные материалы, например, цемент и вторичное строительное сырье. Устройство, которое выполняет роль принтера, позволяет быстро создавать элементы любых форм и размеров и самых разнообразных текстур. Отслеживать качество работы робота гораздо легче, чем человека. Кроме того, это экологически чистая технология. Главный вопрос – насколько долговечны напечатанные конструкции? Ответ на него знает китаянка по имени Е-Бэй Хун, главный инженер Шанхайского исследовательского института строительных технологий. «На самом деле этот материал более устойчив к появлению трещин по сравнению с традиционным способом строительства с использованием цемента. К авторстырью мы предъявляем повышенные требования, чтобы не допустить расслоения». Исследования показывают хорошие результаты, но строители подходят к 3D-печати с разумной осторожностью. Небоскрёбы пока напечатать не получится. На замену армированному бетону эта технология ещё не годится. Но это вовсе не значит, что у неё нет будущего. «Уже сегодня мы можем конструировать таким образом небольшие инфраструктурные объекты. Например, остановки, общественные туалеты, доступное малоэтажное жильё в сельской местности». Ма Ихэ принял участие в возведении первого в мире офисного здания, созданного при помощи 3D-печати. Оно появилось в 2016 году в Дубае. Конструкция представляет собой всего один этаж, но при этом выдерживает нагрузку 28 тонн. Строитель уверен, будущее зодчества стоит именно за этой технологией, и с каждым годом её применение будет расширяться и влиять на индустрию. Это все новости, которые мы успели рассказать сегодня. Узнавайте о главных событиях соседних регионов и стран в следующих выпусках программы «Середина земли» на областном телеканале Аист. В студии работал Никита Митрюков. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»